Аналитическое агентство «Автостат» огласило марки, заработавшие на российском рынке больше других. Как оказалось, в первом квартале нынешнего года россияне потратили почти 55,5 миллиардов рублей на покупку автомобилей отечественного производства. Это на 15% больше, чем в первой четверти прошлого года. В количественном выражении это 83,5 тысячи автомобилей. И лидирует в этом списке «Лада», реализовавшая с января по март машина 52 миллиарда рублей. Вторую строчку занял УАЗ, выручивший 3,5 миллиарда рублей. То есть примерно на 3,5% больше, чем годом ранее. Что касается иномарок, то за 284 тысячи таких автомобилей россияне потратили 503 миллиарда рублей. Больше всего за три месяца на продажах смогла заработать корейская Киа, которая реализовала в России машин на 70 миллиардов рублей. Компания Mercedes-Benz испытала внедорожник JLS нового поколения в пустыне. В песчаных дюнах проводилось тестирование активной гидропневматической подвески и Active Body Control. Система с помощью стереокамеры способна просканировать дорожное покрытие впереди, подготавливаясь к неровностям и подавлять крены. Также в поворотах она позволяет регулировать каждое колесо по отдельности и может помочь выбраться из песчаной ловушки, заставляя машину как бы подпрыгивать и раскачиваться. На российский рынок новый JLS выйдет осенью в двух модификациях. Базовая JLS 400D оснащена дизелем 2,9 мощностью 330 лошадиных сил. Бензиновая JLS 450 включает трехлитровую бензиновую шестерку мощностью 367 сил. Топовой бензиновой версии с битурбомотором V8 в России можно пока не ждать.